Рождественская ёлка Мода на рождественские деревья докатилась и до Руси в самом конце 17 века. Однако, попав в наше Отечество, европейская рождественская ёлка с самого начала была принята как новогодняя. Указом Петра I от 20 декабря 1699 года было повелено в день новолетия, до того времени отмечавшегося на Руси 1 сентября, по примеру всех христианских народов, отмечать 1 января. В этом же указе давались и инструкции по организации новогоднего праздника. В том числе и такие. По большим улицам у нарочитых домов предворотами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковы сделаны на гостиной дворе. А людям скудным, то есть простым обывателям, предписывалось каждому хотя бы по деревцу или ветве на ворота или над храменную свою поставить. А стоять тому украшению января в первый день. И так в Петровскую Россию традиция украшений из хойных деревьев пришла в ознаменование нового светского зимнего праздника. И никаких связей между ёлкой и Рождеством на протяжении всего 18 века нам обнаружить не удается. Зато открываются другие забавные обстоятельства, которыми отмечено в ту пору декоративное употребление этих вечно зелёных деревьев. Хвойные декорации на новогодних улицах русских городов как-то не прижились. А вот в убранстве петейных заведений ёлка обосновалась прочно. По хвойным деревьям на крышах или живоворот всяк мог опознать кабак. Как правило, лесные красавицы стояли перед злачными местами целый год. А накануне новогоднего праздника их обновляли. Ёлка над русским кабаком простояла и 18 и 19 век. У поэта первой половины 19 века Михаила Лорионовича Михайлова есть такое стихотворение «Кабак». Написано оно в 1848 году. А говорится в нём так. «У двери скрипучей красуется ёлка, За дверью той речи не знают умолка, Кто ёлки зелёные своротит детину, Как выпита чарка пропала кручина». Теперь становится понятно, Почему в народе кабаки именовались ёлками или же Иванами Ёлкиными. А ёлочная тематика в бытовой речи Первоначально была вовсе не рождественской или новогодней, А исключительно алкогольной. На эту тему бытовал в России ряд сочных выражений, Типа ёлку поднять, то есть пьянствовать, Идти под ёлку, идти в кабак. То же самое более призывно. Ёлка упала, пойдём поднимать. Быть под ёлкой, соответственно, означало заседать в кабаке. Ну а ёмкое слово «ёлкин» Выражало состояние глубинного алкогольного погружения. Что же такое ёлку с Новым годом поздравлять? Догадайтесь сами. Впервые ёлка стала рождественским деревом в России в 1817 году. Этим радостным событием мы, как и многие другие народы, обязаны немцам. Вернее, прусской принцессе Шарлотте, Ставшей в России супругой великого князя Николая Павловича И принявшей имя Александры Фёдоровны. Чтобы порадовать новоиспечённую Александру Фёдоровну, Сочельника Рождества 1817 года Убранство Зимнего дворца в Петербурге Украсили пучками еловых веток. А затем привезли в Зимний и огромную ель. Исторической справедливости ради отметим, Что, став императором, Николай Павлович мог бы вполне заслужить прозвище Не только Палкина, но и Ёлкина. С начала 19 века Рождественские ёлки появились в России Прежде всего в семьях петербургских немцев. А в 1841 году Газета «Северные пчела» уже сообщала следующее. Мы переняли у добрых немцев Детский праздник в канун праздника Рождества Христова Вайнахсбаум. Деревцо, освещенное фонариками или свечками, Увешанное конфектами, плодами, игрушками, книгами Составляет отраду детей, Которым прежде уже было говорено, Что за хорошее поведение и прилежание В праздник появится внезапное награждение. Вскоре сам детский праздник в честь Рождества Стал называться по имени лесной красавицы – ёлка. Соответственно, появились и новые смыслы Старых выражений с ёлочной тематикой. Однако теперь фразы типа «пойти на ёлку» Или «устроить ёлку» Не содержали и малейшего намёка На кабацкие удовольствия. Украшать ёлки в России стали в 60-е и 70-е годы XIX века. Игрушки делали сами, или же привозили их из Европы. Но вот купить стеклянную игрушку в то время Мало кому было по карману. Похоже, что первые отечественные стеклянные игрушки На ёлку стали изготавливать на стекольном заводе Светлейшего князя Александра Сергеевича Меншикова. Эта стеклодувная фабрика была устроена В имении Александрова около Клина в 1849 году. Там производили лампы, бутылки и изделия из цветного стекла, А также бусы. Сначала бусы делались исключительно как женские украшения. И лишь впоследствии их догадались вешать на хвойных красавиц. Своего расцвета производство на Меншиковском заводе Достигло в 60-е и 70-е годы. Но после смерти светлейшего князя Завод пришел в упадок и в 1890 году прекратил свое существование. После возрождения новогодней ёлки в Советской России На новый 1936 год оживилось и производство ёлочных украшений. Меншиковское дело дало новые всходы. Сначала это были кустарные производства, А затем в Клину появилась и первая фабрика С говорящим названием ёлочка. Там на смену ангелам и безидейным игрушечным фруктам Выдували аэропланы, дирижабли с надписью СССР, Трактора, машины, ну а как своего рода снисхождение Фигурки медведей, слонов, обезьянок и зайчиков. Появлялись порой и вовсе уникальные новогодние шары С портретами Ленина и Сталина, членов Политбюро, А также с бородатыми ликами основоположников Маркса и Энгельса. После войны на Клинской фабрике ёлочка И на других ёлочных производствах в СССР Стали выпускать стеклянные игрушки более мирной тематики. Фигурки детей в шубках, животных, сказочные домики. А к 150-летнему юбилею со дня рождения Пушкина В 1949 году была создана серия игрушек С персонажами его сказок. В 50-х годах на ёлках появились новые сказочные герои Доктор Айболит, Красная Шапочка, Кот в сапогах, Буратино, Колобок, Конёк-Горбунок, А также Избушки на курьих ножках И всяческие бабки-ёшки. Но в конце 50-х советская ёлка стала напоминать Выставку достижений сельского хозяйства. Чего только на ней не было. Виноград и лимоны, огурцы и помидоры, Морковь и горох, персики и сливы, Снопы пшеницы и, конечно, кукуруза. Царица полей. Всё ясно. Дорогой Никита Сергеевич решил поднимать Сельскохозяйственную промышленность. После выхода в 1956 году фильма «Карнавальная ночь» Родились стеклянные украшения В виде музыкальных инструментов и будильников, Стрелка которых показывала без 5-12. Дружба народов СССР крепла с каждым годом. И в подтверждение тому на ёлках появились игрушки, Одетые в национальные костюмы всех республик Советского Союза. На первый полёт в космос Юрия Гагарина Породил к жизни серию ёлочных украшений В виде спутников, ракет и космонавтов. В 70-е годы в ёлочный строй встали новые игрушки. Они изображали новых детских кумиров. Карлсона, Чебурашку с крокодилом Геной, Умку, Винни-Пуха и прочих героев Легендарных советских мультфильмов. Много воды утекло с тех пор. Но вот порой присмотришься и с трепетом и удивлением Обнаружишь этих героев вчерашних дней На новогодней ёлке 21 века. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова